Всем привет! Сегодня я хочу показать вам новый свитерок, который я только что закончила вязать. Расскажу о пряже, из которой вязала, и немного о том, как вязала. Пряжа просто восхитительная, она мне нравилась и в моточке. Вот какая прелесть! А когда начинаешь вязать, ну просто, я думаю, вы видите. И при том, она очень дешевая. Состав 44 махера, 27 шерсти, эластан полиамид, 280 метров в 100 граммах. И стоит, вы не представляете, всего 130 рублей за 100 граммов. И вот, когда начинаешь вязать, вот такое получается полотно. Правда, это после стирки. Немножко он подсел в длину, но совсем немного. Я не буду довязывать, потому что пусть внучок походит. Всё вяжу длинное, больше, на размер, на два. Я думаю, пусть лучше будет не очень, нормально по длине, не на вырост. Рукава и воротник я решила связать другой пряжей. Это пряжа, из которой я вязала недавно. Вот этот свитерок я вам уже показывала. Я и мастер-класс не стала снимать, потому что вязала почти так же, как этот. Отличие только в том, что нет кулиски с завязкой. И карман немного другой. Здесь наискосок, в зелёном свитерке, я сделала прямой карман. Не стала скашивать, а просто вязала прямо. И вот потом, когда он уже был соединён с полотном, я пришила вот здесь вот небольшие полосочки, чтобы, если что, туда что-то можно было положить. И вот он сливается, его не видно. Мне это тоже очень нравится. Начала, да, сразу ещё о пряже. Вот эта пряжа продаётся в магазине Закрома Пряжи, ярославский магазин, о котором я немного рассказывала. И под роликом будет кодовое название, кодовое слово, по которому вы к такой смешной цене ещё можете получить трёхпроцентную скидку. К счастью, пряжа такая есть в магазине. Вот, смотрите, если понравится, то заказывайте. Общий вес у меня, по-моему, 200 граммов. И из них 150 граммов вот этой зелёненькой пряжи. И остальное, такое, цвет от капучино, это пряжа из Наташиного магазина. Тоже параметры будут на экране. Пряжа мне тоже очень нравится. Может быть, она выглядит так брутально, по сравнению вот с этой, с этим буклированным махерчиком. Но на самом деле она очень приятна на ощупь, просто, знаете, шелковистая. У неё, конечно, богатый состав. Воротничок я сделала такой вот с отворотом, чтобы потеплее, и он как-то выглядит гармоничнее. И вот, когда повязала немного рукава после вот кокетки, я решила тоже перейти на эту пряжу. Пряжи у меня хватало. Я могла всё изделие связать из зелёной пряжи, но вот мне захотелось связать именно так. И мне этот вариант очень нравится. Потом, когда ребёнок подрастёт, можно низ надвязать, можно надвязать зелёной, можно связать здесь такую же вот резинку. В общем, мне все варианты нравятся. Хотела я связать даже не с ветерок изначально, а с жилет. Жилет и сейчас в моде, и вот тоже жилет был бы такой уютненький. Но решила всё-таки связать с ветерок. Очень мне нравится. Ну, смотрите, какое чудо. А пока всё. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...